Николай Семенович Арнаут работает в системе потребительской кооперации Республики Молдова с 1985 года, а конкретно в системе потребительской кооперации Гагаузии с сентября 1990 года. Трудился на разных должностях, заместителем председателя правления Камрадского райпотребсоюза, директором универсал-куап Камрадского райпо, председателем Камрадского потребительского общества. В марте 1998 года Николай Арнаут избран председателем исполнительного бюро Гагауз-Кооп, где продолжает работать по настоящее время. А начиналась самостоятельная жизнь молодого сельского паренька Коли Арнаут после окончания средней школы вполне буднично. В ожидании предстоящего призыва на срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР, Николай поступает на работу в местный колхоз Заветы Ленина, простым рабочим 6-й садово виноградной бригады. В селе все устроено именно так. Любой молодой человек, по крайней мере в то время, уже был знаком с сельскохозяйственными работами и умел обслужить виноградник или сад. В начале мая 1979 года Николай Арнаут призывают в Советскую армию, и вскоре он оказывается на территории Демократической республики Афганистан в составе Советских интернациональных сил. Здесь закаляется тот самый, известный сегодня всем, характер Николая Семеновича Арнаут. Здесь он получает и уроки смелости, и ответственности за людей, за дело, и свое понимание справедливости. Здесь он учится ставить цели и непременно достигать их. Служба в Афганистане отмечена несколькими наградами, в том числе от благодарного афганского народа. Отмечен он был также грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Кто жил в то время, понимает, что это такое, и каков этот уровень признания заслуг. По возвращении из армии, молодой энергичный парень уже не видит возможностей для развития приобретенных им черт в родном селе. Он устраивается простым экспедитором в Бессарабский Рейпотребсоюз, но с единственной целью – получить от кооперации путевку в жизнь, то есть направление на учебу. Годы с 1981 по 1985 проходят в напряженной учебе в стенах известного на всю страну Львовского торгово-экономического института. Молодой студент серьезно относится к учебе, поскольку сделал осознанный выбор. Этим всегда отличались юноши, поступившие в институт не для того, чтобы откосить от армии, а уже после службы в ней, и с приобретенным жизненным багажом, возмужавшие и социально зрелые. После окончания учебы выпускник должен вернуться назад по месту направившей его организации. И Николай Арнаут начинает работу в общепите Бессарабского Рейпотребсоюза, но сразу в достаточно высокой должности заместителя директора. А дальше следовал лишь неуклонный карьерный рост, приведший его на самую высокую должность во всей сети потребительской кооперации родного региона. Основную работу Арнаут успешно совмещал со всемирной поддержкой политических требований гагаузского народа по созданию автономии. За это активный деятель впоследствии, после победы национально-освободительного движения и учреждения Гагаузии, неоднократно отмечался. Сегодня Николай Семенович Арнаут известен как энергичный, умелый организатор и руководитель, с большим профессиональным опытом, всегда готовый прийти на помощь. Работая в системе уже свыше трех десятков лет, много сил и энергии вкладывает в развитие потребительской кооперации. Об этом нередко писала и пресса, причем не только местная, региональная, но и центральная. Николаю Арнаут всегда были присущи уникальная трудоспособность и целеустремленность, принципиальность, требовательность к себе и к другим, тщательный анализ принимаемых решений, настойчивость в их выполнении. Принимает активное участие не только в общественной жизни системы потребительской кооперации РМ, но и в целом в жизни общества, в жизни региона, включая его духовную жизнь и ценности. Неоднократно избирался в представительные органы потребительской кооперации РМ, а также в местные публичные органы. За умелое руководство и за огромные заслуги в развитии потребительской кооперации РМ, Николай Семенович неоднократно отмечался различными наградами. Дипломом правительства РМ, высшей наградой МОЛДКОАПА, медалью за заслуги, почетным знаком, отличник потребительской кооперации РМ. Молдова. Обратите внимание на номер высшей награды МОЛДКОАПА 06. Это говорит о том, как редко такой высокой наградой отмечаются заслуженные работники молдавской потребкой операции. Но Николай Семенович оказался в числе лучших и получил заслуженное признание. Николаю Арнаут присвоены многие почетные звания, заслуженный работник промышленности и сферы обслуживания Гагаузии, почетный гражданин муниципия Камрад, почетный гражданин Гагаузии. «Легко нам сейчас столь высокие заслуги, просто бегло перечислять, а ведь за каждым таким признанием скрываются годы напряженной, но успешной работы». Отмечала неординарно успешную деятельность Николая Арнаут даже и правительство Молдовы. Свидетельством тому – почетный диплом, подписанный премьер-министром Юрием Лянко. В настоящее время Николай Семенович продолжает свою успешную деятельность на нелегком поприще, отстаивании интересов потребительской кооперации, борется за выживание организации в условиях неравной конкуренции, благодаря чему гагаузские кооператоры по итогам работы всегда в числе лучших по стране. Николай Семенович Арнаут отнюдь не выработал еще всего своего потенциала и не реализовал еще всех возможных идей по улучшению экономического положения предприятия. Коллектив верит в него, поэтому постоянно переизбирает на эту ответственную должность. В единстве коллектива и его руководства кроется один из секретов успешного функционирования гагаузской потребительской кооперации и ее выживания даже в самые сложные годы повсеместной разрухи в стране. А дальше все будет только лучше, уверены кооператоры автономии.